Добрый день. Тоймин Михайлович, Вы сказали бы на данный момент кто-то в должности всего полгода, но не в данном случае. У Вас был небольшой перерыв, а в общем-то это Ваша родная Могилевщина, которую Вы хорошо знаете, знаете кадры. И наверное Вы можете сейчас, учитывая работу здесь в центре, зная требования, подходы, поделиться своим мнением о ситуации на Могилевщине. Ну поделиться мнениями это хорошо, но поскольку Вы руководитель области, Вы должны видеть пути выхода Могилевщин на более высокий уровень развития. Мне доложили, что у Вас и по экспорту динамика нормальная, и что приятно слышать, что и по инвестициям Вы неплохо выглядите. Но давайте будем откровенно говорить, мы же все считаем к уровню прошлого года. База не очень высокая для этих расчетов. Промышленное и сельское хозяйство сегодня требуют более высоких темпов развития, если Могилевщане хотят лучше жить. Иного не дано. В этой связи Ваша точка зрения на работу правительства. Как губернатор смотрит на работу правительства в условиях санкционного режима? Что, на Ваш взгляд, необходимо бы дополнительно предпринять для более эффективной работы и противодействия санкциям? Работа по удовлетворению главных потребностей людей. Работа, занятость, цены. Как здесь обстоят дела. Ну и работа вертикали власти. Мне доложили, Вы хотите обсудить со мной, ну, по крайней мере, три вопроса основных. В частности, о штатной численности облсполкома за счет других подразделений, в частности, райисполкома. Ну, знаете, я выскажу свое классическое мнение. Если бы Вы предлагали сократить, а это правильно, я посмотрел, там, по-моему, Глузский у Вас район. Да, Краснопольский, Глузский район, где, может быть, и надо подсократиться в каких-то комитетах, но Вы хотите эту численность перевести в облсполком. Не всю, Александр Ильич. Вот, но если бы Вы даже не всю предложили сократиться, в связи с тем, что работа там уменьшилась, а не увеличивали количество госслужащих и чиновников наверху, было вообще идеально. Но я готов рассмотреть и Ваши предложения, но главное, чтобы это было обосновано. Второе, ты мне обещал, что денег просить не будешь. Нет, Александр. Как ни? Вторым вопросом для приобретения фуражного зерна – это тоже деньги, но, тем не менее, опять же, я готов судить этот вопрос, возможно, он характерен для республики в целом. Ну и третий вопрос – о присоединении государственных проектных организаций к организациям государственных заказчиков. Вопрос интересный, воспринимаю его и готов сегодня также к обсуждению и этих вопросов, но сначала Ваша точка зрения на то, как развивается Могилевшина, что ей необходимо, особенно в срочном порядке. Вы человек опытный, что на полях, хотя я и в Витебске, и Могилевской, и Гомельской, и в северообластях я побывал, посмотрел, как дела там складываются. Считаю, что Могилевшине северу Беларуси в определенном смысле повезло. Во время налива, ну позже сеяли, и как раз налив зерна, произошли вот эти дожди. Ну да, ветерок был, есть полеглости немалые хлебов, зерновых колоссовых, но у нас же не только зерновые колоссовые, ежи и кукуруза, и свекла, и другие культуры, картофель. И вообще год складывается очень хорошо для сельхозкультур. Но тем не менее, для рапса колоссовых проблемы есть, хоть небольшие, у вас меньше. Поскольку я говорю, что вам повезло, что вы позже посеяли. А те, кто уже пораньше посеяли, и вот этот циклон, эпицентр которого был в Беларуси, он, естественно, повлиял на посевы. Там, где не соблюдали технологии, где этого удобрения насыпали бестолку, и развитие культуры получили очень сильную полеглость, очень высокая. Там, где нормально вносили удобрения, уход обеспечили за посевами, там нормальные посевы. Опять все технологии, технологии. Это везде по республике. Но, тем не менее, мы не видим катастрофы. Мы научились и полеглое хлеба убирать. Но все-таки ваша точка зрения, в чем проблема будет этой уборки? Я однозначно понимаю, что главное – это темпы. Второе – это качество. Ты знаешь, как механизаторы убирают хлеба, когда хороший урожай. Иногда их не остановить на повышенной скорости и вперед, и увеличиваются потери. Да, он быстрее бункер намолотит зерна, и быстрее 100 тонн в день, к примеру, может намолотить. Но он потеряет огромное количество зерна на таких скоростях. Поэтому качество уборки – важнейший вопрос. Тут надо и по зарплате немножко порегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что полеглое хлеба, если он убирает, так у него и зарплата будет соответствующая. Подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы будем контролировать, конечно, на местах вас. Но уборка урожая – это ваш хлеб. Вы должны этим заниматься прежде всего губернаторы, местные органы власти. Для этого все есть. В общем, вот комплекс вопросов, которые бы я хотел обсудить с вами. Завтра мы встретимся с Владимиром Степановичем Караником, то есть с Восточной области на Западную. Там я уже давно не был, планирую побывать. Мы также обсудим, как идут дела с уборкой. Ну, юг начал убирать. И должен вам сказать, что больше 50 центнеров в среднем. А зимы ячмень дает. Если бы у нас такая средняя была урожайность по стране всех культур, слушай, мы с тобой были бы, как в народе говорят, в шоколаде. Поэтому а зимы ячмень, посевы надо расширять. Даже в этом году а зимы ячмень дает хороший урожай. А если бы мы раньше могли посеять, то мы его давно бы уже убрали и забыли. Ну и потом, я вот замечаю, это касается всех хозяйств в стране, сложности, что будет состоять в том, особенно рапса. Мы всегда понимали, что он имеет такое ярусное созревание. То есть сверху он уже созрел, стручки готовы, а снизу он еще не готов к уборке. Так к этому еще добавляется то, что на полях сегодня уже надо отдельные места на одном поле убирать, а другие еще и зеленые стоят. Вырезать. Поэтому надо вырезать, да, надо вырезать эти рапсовые спелые поля. Даже если на одном поле придется 10 участков убрать, а 15 оставить клочком, надо это делать, ибо осыпется рапс. Ну рапс это золото для нас сейчас, это большие деньги. Поэтому на месте надо срочно разбираться, уверен, что и у вас есть такие поля, которые уже надо сегодня потихонечку начинать убирать, не пропустить момент. Ну и очень будет все спрессовано, сам понимаешь. Посевная затянула, срок вегетации не сократишь, поэтому надо готовиться к очень большой плотности работ. Ну естественно, второй, третий укос трав – хорошая трава, очень хорошая трава. Надо постараться запас кормового обеспечения. Так что травянистая корма надо убирать, очень быстро убирать, потому что втянемся в уборку, и солома пойдет, и озимая потом. В общем, очень сильно спрессован этот период уборочной кампании. Будет непросто. Пожалуйста. Спасибо, Александр Георгиевич. Я вкратце доложу о ситуации в области. Несмотря на усиление стационного давления, ситуация стабильная, управляемая, на рынке труда то же самое. Обеспечивается запланированный рост заработной платы в 113%. Но если немножко языком цифр, то мы сработали за полугодие с прибылью, чистой прибылью, 250 миллионов получили прибыли, выручка растет на 15%, снижается число убыточных предприятий. Как результат, рост совокупных доходов бюджета по итогам первого полугодия составил 118%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова